МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подведешь ты меня под монастырь со своими махинациями, Галин? Решение простое. Женишься на англичанке, увольняешься с работы и выселяешься из Кремля. Пикнешь, убью. Верочку спасать надо. Чего ты ничего не понимаешь? Ее убить или спасти? Поехали. Поехали, Леша. Гони! Господи, всемогущий. Дай мне, пожалуйста, ребеночка. Сотвори это чудо. Это за тебя, что ли, сучка? Ася, по-моему, холст. Чего? Сейчас как дам лезем, трезем. Слышь, я вел комнату. Извинись перед дамой и исчезни. Вась, ты дурак. Моя жена так и сделает. Что-то случилось? Он уехал в Минск. Уехал. И, главное, выясни, сам самолет грохнулся. Или ему помогли. Вась, ну, пойди сюда. Ребят, помянем? Не могу я, Славка, больше. Удавлюсь. Это же я во всем виноват. В смысле? Не, 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 не хватит. А чего так? Перебор. Ну, ладно тебе. А нас с тобой футбол пока закончился. Ну, думаю, ЦДК податься. Там центра Фуройды нужна. Фуройды нужна. Продался? Сволочь. Продался? Васька же б тебе всю душу вложил. Футболистом тебя сделал. А ты, сука. Васильич. Васильич. Чё, проспись. Расплатись. Везунок. Я пошёл. Ты куда? На улицу труда. Сдаваться пошёл. Ты чего умеешь, Васильич? Скажи мне, ты что умеешь? Маколи! Маколи! Сдаваться пошёл. Поехали! Я пошёл. Маколи! 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 Ребята, ребята, ребята. Что он обрался-то? Это точно. Кто бы нам не говорил, Мы пока не понимали, Хоть и вежливо кивали, Что среди других светил Этот в ночь летящий сад. Эти фонари и песни, И вся жизнь, Когда мы вместе Не воротятся назад. В Александровском саду, Как пером, как судьба коньками, Чертит все, что будет с нами В наступающем году. Попадем ли мы в беду, Или в чем-то преуспеем, Прочитать мы не сумеем По каракулюм на льду. Будет утро за окном, И будильник тикать будет, И пускай тебя разбудит Тот, кто так тебя знаком. Может, будет, Может, нет, Может, время все остудит, Все равно пусть это будет Хоть в ближайшие сто лет. В Александровском саду Ветер клейкими листками И далекими гудками Шепчет нам, что на роду В наших правилах простых Нам предписано от века Оставаться человеком В обстоятельствах любых Слязгом дернется вагон, Будет долгая разлука. Ах, какая-то мука Этот злой текучий сон, Но потом сквозь мокрый снег Ты вернешься в это утро, Значит, сверху кто-то мудрый Так спланировал наш век В Александровском саду В мишуре предновогодний Позабудь, На сегодня мы потери и беду Снег шампанским Обольем, в небо шайки отвяжем Только вслух пока не скажем Никому, за что мы пьем Только вслух пока не скажем Никому, за что мы пьем А воец фронта так и не вернулся Что? Ничего Танюш, мне кажется, у вас что-то происходит Ничего Ничего нового Он меня не слышит Мы живем в разных параллелях Я в одном, а он в другом Я вот двадцать лет прожила чужую жизнь Это не самое страшное Но я-то живу своей А может ты себе Все это придумала? Относитесь к жизни попроще Его слова Вот так он и относится к жизни Казарин Одним словом Ему уже скоро тридцать лет А он все в Лешках бебет Лешка туда, Лешка сюда Им говорила Он только улыбается Тут как-то еду Он с мальчишками футбол играет Они ему тыкают Плещут Ну все, трендрова Как был мальчишкой, так и останется Но ты ведь любишь его Да Жить без него не можешь Смогла бы, убила бы Завтрак врачу, голову на отсечение даю Он забыл А если не забыл А если не забыл Даже спорить нечего Вот И не будем спорить И вот что Танюш Ты ведь его уже один раз теряла И мне кажется, это были не лучшие годы Ни для тебя, ни для него Поэтому Ложись-ка спать Утро вечера мудренее У тебя завтра трудный день И тебе нужны только положительные эмоции Да А я побегу Лешке, привет Что делать-то будем Ужинать, Вась Пойдем ко мне Да ну тебя Я же серьезно Ну если серьезно Завтра отнесу эту ерундовину Кое-куда Узнай, откуда к ней ноги растут А ты узнай что-нибудь про Ганина О котором тебе Коротков рассказывал Только, Вась, я тебя очень прошу Без самодеятельности Обещаешь Обещаю Значит поможешь Угу Ужинать пойдешь У меня есть чем смазать Не У тебя там Танюха Да я вроде как завязал Мне тут отец с такой устроил Хотя Не, не соблазни Ладно Бывай Если что Моя машина в твоем распоряжении Цедилу Команда Здесь Девушки отдыхают Моя машина Не соблазни Завтра Не соблазни Нет Нас КОНЕЦ Ну, и где же мы были всё это время? Ну, ясное дело. Полюбовница бегала. Ага. Ну, если мы думаем, что это смешно, то мы ошибаемся. Уже ламинат пропал на весь день. Верочке опять помогал. Мама, дай что-нибудь поесть, а потом сделай сам всё, что хочешь. Да. Угу. Я там ещё ножку видел. Ножку. Ножку ему подавай. Что, любовности не дымовитые попали? Нет, не могли нагармить. Ладно. Вот подумай ты у нас. Просто вот… Если бы не тетя Клава, так бы в соловках и питались бы. М-м-м. Учишь, как надо готовить? Ну, так, между прочим, тетя Клава два дня уже болеет. Ну, что жиры ты приготовила? Врёшь? Так, ещё одно слово, это будет последняя курица в твоей жизни. Поешь, помой тарелку и пошла спать. Не, между прочим, завтра к врачу. Ты обещала сама. Слушай, Тань, сходи одна. Ну, что я там буду? Лёша, тебе всё на потолка, на лампочки, да? Ну, может, ты зря так пережуешь? Дети, если ими не заниматься, просто так не рождаются. Мне уже двадцать семь. Ну, может, подумать, я виноват. Спокойной ночи. Хватит. Довольно-довольно. Хватит с него. Повторяю ещё раз. Тебе не за тем к этому алкашу приставили, чтоб ты ещё мог думать, докладывать тебе или не докладывать. Да ж ты, играть он с нами вздумал, а? Родине будешь служить. То есть нам. А не какому-нибудь там Ваське, Кольке, Петьке. Слушай, не доводи до греха, а? У тебя ведь семья, мать-старушка. Ты меня понял? Ну, понял. Может, хватит пить? Нет, не хватит. Все взываем. Сколько раз я просила его так не называть? И оставьте меня все в покое в конце, когда я не трогаю. Не могли ли вы меня Горжину его простить? Так-так-так говорит пулемёт! Так-так-так говорит пулемётчик! Так-так-так говорит пулемётчик! Ну, чё я тебе не хватал? Это же тебе все условия созданы. Одеваешь всего лучших портных. В средствах я тебя не ограничиваю. Верушинка. Захотел бы стать актрисой. Пожалуйста. Устрою лучший театр. А, Леонид Розик, может, охренет кухоня? Условия. Самое смешное, что почему-то все мужики твердят про условия. А меня кто-нибудь спрашивает, нужен он он мне или нет. А всем наплевать ему. Знаете, Петр Савич, однажды просыпаешься утром и понимаешь, что ты пустое место. Нет, ты не пустое место. Ты замечательная актриса. Да какая я, к черту, актриса? Это вы все решили, что я актриса. Коршунов тут хоть честный был. Он прямо говорил, уходить мне нужно из театра. Ты где он? В Коршунов или в театре? А какая разница? Я же вам говорю. И я. Пустое место. Я понимаю. Понимаю. Понимаю, только. Где он, твой Коршунов? А мне плевать на Коршунов. Такая же скотина, как и все. Только о своем трофейном барахле и думал. Верочка. Верочка, ну я же не просто друг. Я же руку предлагаю. Я никогда тебя не помню. Я тебе слову даже не скажу, Верочка. Я не компад revPM側. Вер ơi. Верочка-шунов. Верочка. Верочка-шунов. Вес Piece. Верочка-шунов. К-кай-шунов. Верочка. Алло. Алло, Анна Сергеевна, здравствуйте, это я. А Леша у вас? Да, спасибо, Анна Сергеевна, а вы, вы не могли бы со мной встретиться, да, сейчас, в Александровском, нет, нет, ничего, нет, спасибо. 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 Мужчина. Мы б уж купили что-нибудь, а? Чего? Вот, кулончик золотой, очень красивый, вашей девушке очень понравится. У меня нет девушки, такой красивый, такой видный, такой высокий мужчина и нету девушки. Жена не разрешает. Это да. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Доброе утро. И это утро вы называете добрым? С чем пожаловали вы? Чего хотите от меня? Да вот не знаю, шел к антикварам, а попал в утильсырье. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это да. Здрасте. Здравствуйте. И тебе не хворать. Что же вы дрянь то всякую на стол выставляете? Ворованного мы, неграденого, не держимся. – Не держимся. – Не держимся. Не держимся, значит. Берегите себя. А вы бывали у нас в лучшие времена? Бывал. Правда, по другому адресу. За прилавком стоял другой человек. И на полках пылился Фаберже. Это да. А вас интересует пыль? Могу таки помочь. Я теперь здесь король. Да. Да. А я вас узнал. Да, ну. Вы тот самый молодой человек, который приходили к Зиновью и приносили всякую красоту. До войны. Точно. Танюш, все будет хорошо. Правда, вы так думаете? Я уверена. А я только что была у врача. И что он сказал? А что детей может и вообще не быть? И все проблемы во мне. Танюш, ты знаешь, главное в этом деле не отчаиваться. Да. У меня с Лёшкой тоже. Знаешь, какие проблемы были? А теперь посмотри на него. Я не знаю, как вам сказать. А пока есть шансы, ничего не говори. Танюш, запомни, главное верить самой. Ну, ты же у нас сильная. Да. 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 Ну, как говорит мой новый муж Казарин-старший, все будет хорошо. Да. Да, да. Ну, я побежала? Да, да. А то мне его еще кормить надо. Спасибо. Выше голову. Лёшки привет. Хорошо. Пока. Теперь я страховой агент. Агент это да. И вот какое дело. О, это кому ж так не повезло? Да это не важно. Важно другое. Кто художник, название картины и у кого картина могла храниться. У меня есть сто рублей. Возьмётесь. Что вы говорите? Сто рублей, говорю, у меня есть. А, это да, да, сто рублей, да. Ну, и? Ну, и будет завтра. А пока делайте походку на дверь. Ага, понял. До свидания. Угу. 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 Надо взять походку. Угу. Как particle… Ну. Ничего себе! Вот так! … С provided by… СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А ну, Павел Павлович, двое доказали. Что за бред вы напечатали? Я этого не писала. Не волнуйся, мы просто решили объединить две статьи, твою и Филипенко. Какая тебе разница, фамилия твоя стоит. Что? Так что лавры победителей тебе. Мне уже звонили из ЦК и поздравили. Очень говорят острый своевременный материал. Что это? Ложь, слышите, это ложь. И почему в статье фамилия моего отца? Ох, точка, точка. Петр Савич, к вам. Отряд желаю, товарищ генерал. Получите. Соболин. Что там? Через три дня слушается персональная идеала генерала Шапелина. Это все, Клав. Слушай, пап, можно один личный вопрос, пока мама не слышит? Валяй. Скажи это только честно. Ты не жалеешь, что ушел с работы? Ты это так спрашиваешь? Или сам чего надумал? Ну и так, и так. Я тебе вот что скажу. Моя жизнь, это моя жизнь. А твоя, это твоя. Я люблю твою мать. И у меня не было другого выбора. У тебя пока что есть. Слушай, а что там с Шабилиным происходит? Про что? Да я тут кое-кем из гаража виделся. Говорят, что Петр Савич того закладывать начал. Без фребру. Ага. О, при своей звании герой Советского Союза. А ты Борисов, Михаил Семенович, гвардии пол... Слушай, а это не твой однокашник, Миша Борисов? Мой. Ну что, растут люди? Ну да. Я слыхал, с Верой какая-то неприятная история приключилась. Там отец такое, я пока рассказывать не имею права. Ну, если честно, я бы на месте Петра Савича давно бы надавал ей по шее, прогнал бы из дома. Так. Она по компании, по ресторану, он как мальчик над ней трясется. Ночами не спит. В результате... Слушай, пап, а может это болезнь такая? Чего? Ну как это? С возрастом, говорят, перестает какого-то витамина в организме хватать. От этого на приключения тянет. Послушайте, милый человек, а вам не кажется, что вы забываете? А? Минуточку, кажется, из аптеки звонят. Адевал. Да, скоро буду. Ну вот, вспомнишь, появится. Петр Савич, собственно, персон. Ну, у тебя же выходные. Так ведь им же все равно. Да. Ну ладно. Имею в виду, разговор еще не окончен. Только в аптеку за витаминами сбегу. Циник. И в кого только. Я же там съезжаю не буду. Это уже шедевральный май был. А? Вот он. Спасибо. Как ты кушкать сделал? Мальчик. Спасибо. Давай. Замечательная статья. Вы находите? Просто талантливо. Представьте, что наши мнения совпали. Особенно точно про генерала Шапилина и его любовницы. Ощущение, что автор стоял рядом. И все видел. Вы не находите? Так вы у автора, как Азарина, спросите. Да я спросила. А муженька своего ты тоже спросила? Ага. Поздравляю. А от меня-то тебе что нужно? Самой малости. Ты ручонки-то свои побереги. А то карандаш держать нечем будет. Работай над словом. Ты оказарина. Азарина. Азарина. Привет. Как Вера? Да никак. Собрала вещи и тетю. Короче, у меня две новости. Одна хорошая, другая плохая? Не угадал. Одна плохая, вторая совсем хреновая. Через три дня меня могут отсюда выселить. Понятно. Совсем хреновая. Даже учить постигнет и меня? Да нет, Лешка. Ты и твоя семья, ну, очень хорошим считаю. Очень хорошим считаю. Да не может быть. Ну, почему? Ее по поводу Верки давно заклинило. А ревность не на такое толкает. Ладно, хватит об этом. Давай о работе. Значит так, принято решение, откомандировать тебя для расследования дела по убийству Коршунова. Да ладно. Ну, тебе и ладно. Почему не спрашиваешь, кем принято? Считайте, что спросил. Просим откомандировать майора Казарина для привлечения к расследованию убийства генерала Коршунова. Трошин. Неужели вы думаете, что мы на чужом поле с Таней играем? Я ничего не думаю. Я просто хотел тебя предостеречь. Позвольте вашу ручку, барышня. Эй, ты лаву. Руки-то убери. Здорово. Ганин. Иди ко мне. Иди, иди. Пойдемте. Здрасте, Василий Васильевич. Привет. Дедушка, вы не могли бы нас оставить? Это вам. Я надеюсь, что это не надолго. А что случилось? Василий Васильевич? Случилось, Ганя. Случилось. Что-то мне не нравится все это. И вот что, давай насчет Верочки поговорим. Я, ты сам понимаешь, не кто. Будь как-нибудь поделикатней. Петр Савич, как вы можете. Ладно, ладно. Прости, старика. Но из чего думаешь начать? Целью воров были картины, так? Так. Надеюсь, вы понимаете, что Вера сама их себе приобрести не могла. Леш, пожири, старика. Да я не об этом. Судя по списку, который составили следователи, картины привезены из Германии. Сделать это мог. Только генерал Коршунов. Да, и я вам не докладывал. Вчера мы с Васей были на месте гибели команды МВО. Уже доложили доброжелателя. Кто? Да какая разница, кто? Рассказывай дальше. 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 Дальше я обнаружил фрагменты картины. На обломках. Вот я и думаю, не Коршунов скелета. Интересный калинкор. Да. Ладно, Петр Савич, мне пора. Побегу я. До встречи. В аэропорт команду провожал. Разговор с начальником команды возле буфета имел. Что-то вы путаете, товарищи? А? Знаешь, как у нас у летчиков говорят? Летишь, летишь, потом бац, и полный рот земли. Я же не летчик. Правильно. Поэтому у тебя будет полный рот воды. Погружай. Ну. Ладно, ладно, провожала. Так о чем ты упал? Разве что помнишь все о футболе, о бабах? И про посылку. Про какую такую посылку? Не было посылки. Не было посылки. О, что находилось в посылке? Картины какие-то. Больше не знаю ничего. Хочешь совсем утопить. Что? Чьи картины? Мои! Гань! Ну, не томи. Тебя же барышня ждет. Какие нахрен барышня после такого разговора? Вы мне можете, наконец, объяснить, что здесь происходит? Отчего? Купаемся. Эй, 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 зараза, зараза, стоять! Ты что, дурнуйте? Фух, да ладно, в дом кинется. Давай, 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 в порядок. Все вышло точно так, как предсказывал Петр Савич. В этот же день я был назначен куратором следственной группы по делу Коршунова. Это было очень странно. И я ломал голову, за какие такие заслуги. Выбор пал именно на меня. Ответ на этот вопрос я получил, как только оказался утрошенным в кабинете. Курирую это дело я. Слушай, я еще тогда на аэродроме подумал. Ну, зачем нам в это дело третериться, впихивать? Правильно. Так, чай хочешь? Нет. Ты же вроде в ту ночь был на квартире этой Чугуновой. Так точно. Ну, вот, расскажи, что думаешь по существу дела. Думаю. Как найти того подонка, который руками моей жены Шапилина ввали? Тихо, 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 тихо. Решение там принимать.